Я знаю, Муса, что у вас было желание сделать какое-то заявление. Давайте я вам предоставлю слово, потому что даже не знаю о чем, но мне редакторы говорили, что вот есть такая у вас идея. Да, это небольшое обращение к пленным чеченцам, которые сегодня находятся в плену у украинцев. Мне бы хотелось к ним обратиться. Я понимаю, что подавляющее большинство вас выросло в кадыровской Чечне. Я это прекрасно понимаю, так же, как и многие понимают это. Я понимаю, что вы поверили в то, что Чечня наконец-то начала жить. Но каждый раз, когда вы пытались жить так же, как и кадыровцы, вы упирались в этот бетонный потолок, который вам говорил, что вы не имеете права жить так, как у кадыров или приближенные Рамзана Кадырова. Вы должны делать так, чтобы у них все было хорошо. И сегодня вы оказались в плену, потому что вам было суждено, предначертано, быть использованными в этой войне. Что вы сделали? Вы внесли в историю чеченский народ, то есть вы стали позорной страницей чеченского народа. Добровольно вы это сделали, недобровольно это сделали. Это уже не столь важно. Важно, что вы сегодня находитесь в плену у украинцев. Украина вам ничего не сделала. Чеченскому народу Украина ничего не сделала. Наоборот, когда была возможность, украинский народ всегда был и остается на стороне чеченского народа. Даже в это сложное время украинский народ остается на нашей стороне. Пытается понять нашу боль и трагедию, в которой мы, чеченский народ, оказался. Мне непонятно одно. В каждой вашей семье, в каждой семье, есть убитые, раненые, без вести пропавшие и пострадавшие от российской власти. У каждого из вас есть, что вернуть Российской Федерации. И когда вы с оружием в руках оказались на линии фронта, вместо того, чтобы применить это оружие на непосредственного врага чеченского народа, вы пытались применить это оружие против украинцев, которые вам ничего не сделали. Ничего не сделали чеченскому народу. Тем самым вы вписали в свои фамилии, в свой род позорную страницу чеченского народа. Сейчас вам нужно понять одно. Вы стали одноразовыми для одноразовых. Вот что вы должны понять. Вы думали, что за вас будут фрегаться, вас будут спасать и прочее. Нет, вы не нужны. Вы расходный материал. Такой же расходный, которым был в свое время Алаудинов, например, Кадыров и прочие. Вы позорная страница моего народа. А что вы в конце сказали, интересно, я... Мне стыдно называть вас чеченцами. Будем надеяться, что те граждане Ичкерии, Чеченской республики, вас услышат, подумают, какие-то исторические все-таки аналогии для себя проведут. Очень много архивных кадров из Первой и со Второй Чеченской войны. Это не что-то, что было много-много десятков лет назад. Ведь то, что вы говорите, даже я прекрасно помню эти кадры. И в заключение мне бы хотелось еще несколько слов сказать. Да, и как-то уничтожение Грозного, все это можно очень легко найти и освежить память. Да, пожалуйста, завершайте. Да, я понимаю, за что бьется Алаудинов, Кадыров, Делимханов и прочие. Я могу их понять, потому что российская власть их озолотила, сделала героями России, наградила многими-многими званиями. Но я... За что сегодня воюют кадыровцы, рядовые имеется в виду? Есть социальная структура, есть здравоохранение, есть элементарно рабочие места. За что? За что должен тот или иной чеченец на стороне Российской Федерации воевать за Россию? За что? Какие ценности?